МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы находимся в Венецкой области, в Крыжопольском районе, в хозяйстве Подилья. С этим хозяйством Державная зерновая корпорация, которая работая, заключила контракт на уборку зерновых. Данный проект проходит в Венецкой области, Крыжопольский район, на полях агрофермы Подилья. В тестировании принимают участие комбайны Полесья, производства Гомель-Сельмаш, комбайны Сампоразенлеу, комбайны Нью-Холланд, есть комбайны Класс и есть комбайны Джонгир. Сампоразенле здесь демонстрирует качество и эффективность использования комбайнов на зерновых. У нас есть контракт на демонстрационный показ этой техники. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основными показателями, наверное, является это качество обмолота, то есть травматизм семян. Второе – это количество потерь, которые надо свести к минимуму. И один из показателей – это расход энергоносителей на гектар и на тонн обмолоченный. Было проведено несколько хронометражей по использованию топлива. И ежедневно практически проводился контроль качества уборки на предмет обмолота, потери, дробления. Все эти данные, естественно, в протоколах присутствуют. Что показал, так сказать, результат? Ну, по использованию топлива. Значит, при против равных условиях в сравнении с комбайнами Кейс и Нью-Холланд, сампо показывает примерно на 40 с лишним процентов меньшее потребление топлива на 1 гектар. Ну, то есть, примерно, скажем так, 15-16 и 22-23 для Кейса Нью-Холланда. Что касается уровня потерь, здесь вообще ситуация фантастическая. Значит, у Кейса и Нью-Холланда от 1,5 до 2,5% потери реальной составляют, которые, естественно, стандартным способом высчитываются. Тем же способом высчитанные потери после обмолота и прохождения комбайна сампо составляют от 1,1 до 0,15%. То есть, 10-15 раз потери ниже. Результаты по расходу дизельного топлива на гектар при уборке зерновых культур, в зависимости от стеблестоя, от урожайности на корню, от влажности, от засоренности при уборке, значит, комбайны сампо показывают расход солярки от 9,8 литра до 15 литров с гектара. Комбайны других торговых марок показывают результаты от 14 до 26, иногда до 28 литров с гектара. Комбайны сампо одни из лучших по качеству обмолота связаны с тем, что в этих комбайнах соблюдены традиции мягкого щадящего обмолота из селекционных комбайнов, которые производились еще из середины прошлого столетия этим заводом. Все остальные комбайны больше направлены на уборку промышленных посевов, там эти моменты мало учтены. Все работали рядом, на одних полях работало, скажем, в Полесье два вида, кейсы, массы, ну и сампо тоже. У всех были условия работы одинаковые, да, и у всех была зеленуха на уровне 90%, и полеглась на уровне 80%, и уклоны до критического доходили до 15%, и просто там работать было на уровне уже, скажем так, теоретической возможности проходили мы эти. Это не испытание, это просто условия работы, поля засеваются там, где они есть, и мы делаем просто дело такое, как нам предлагают. Вот есть поле, мы его убираем, но стараемся делать его как можно лучше. То есть я не считаю, что сампо изначально были поставлены условия либо более жесткие, либо более мягкие. Это просто работа, это демонстрационный показ в реальных совершенно условиях уборки. Там, где работали все, там работали и сампо. Тут нет деления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По данным, которые получены, можно сделать один единственный вывод, что, в принципе, все комбайны могут работать в тяжелых условиях, но в этих и в тяжелых условиях, и в оптимальных условиях все-таки преимущество остается пока за сампо. Даже ближайшие, так сказать, его конкуренты, комбайный класс, хорошие комбайны, но по многим параметрам уступают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По поводу эффективности использования комбайнов могу сказать следующее. Любая техника выполняет задачи в пределах определенной задачи инфраструктуры существующей. В инфраструктуре есть мощности взаимодействия между отдельными узлами, агрегатами, назовем это так. И вот получается, если мы возьмем комбайн большой мощности, который действительно будет убирать огромное количество, большее количество зерна по сравнению с сампо, то это зерно на момент сейчас нечем будет вывозить с поля. Негде будет реально своевременно хранить и дальше вывозить на элеватор, а значит, будут просто непроизводственные затраты, более высокие, чем если бы это было спокойным, нормальным ритмом с использованием средней мощности комбайна сампо. Это мы и такое мнение. Нет смысла гонять лишние лошадиные силы по полю, скажем так. То есть, если хозяйство обеспечено полностью, есть возможности приемки зерна, есть возможности вывозки ее с поля, тогда можно покупать крупногабаритную технику, которая убирает за светловой день до 40-50 гектаров широкозахватные, и эта техника работает. Если у хозяйства нет таких возможностей, есть ограничения по каким-то параметрам, то есть смысл покупать технику среднего класса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok техника среднего уровня качества. И с моей точки зрения, долгосрочные проекты должны быть ориентированы именно на технику высокого качества, стабильную, обеспеченную высоким уровнем сервиса и соответствующим техническим уровнем поддержки. Техника это несложная, да, и тут не надо каких-то, ну, действительно серьезных обучений для комбайнеров, чтобы ее обслуживать, да. По большому счету даже сервисная бригада не нужна, которая стоит на бровке и ждет, когда комбайн сломается. Просто как конструктор Лего. В течение получаса он может быть разобран одним комбайнером и любой ремонт любой степени сложности, ну, доступной комбайнеру, может быть выполнен в полевых условиях, в очень короткий срок. Сервисная служба работает на высоком уровне. Не знаю, что-нибудь случится с комбайном. Сразу на телефоне набираешь номер сервисной службы, сервисная служба приезжает, сразу какие-нибудь нюансы случаются, быстро устраняют запчасти, приводят их. Продолжаем дальше работать. Сколько мы уже работали, ни разу не было еще ни одной задержки. Сервисной службы. Сампо один из комбайнов, которые легко очищаются. Это очень легко можно поменять и клавиши саламатриаса, и решета, и очистить комбайн буквально за 15-20 минут практически идеально от предыдущей культуры предыдущего сорта. Что нельзя сделать ни на одной другой марке других производителей. Касательно настройки. Значит, комбайны разных модификаций настраиваются как из кабины, так и с помощью регулировочных приспособлений на соответствующих узлах. Значит, тоже самое теплый, так будем говорить, отзывы комбайнеров. Комбайн сделан просто для обыкновенного рабочего. Даже любой может, тракторист свободно устроится, работать на комбайн сам, и он может в течение дня изучить комбайн полностью. По сравнению, я же говорю, с другими комбайнами, даже там, Джандир, Лексион, оно как-то там, все как-то разбросано немножко. Вот рука устает, все, а здесь, вот, у тебя рука просто на подлокотнике лежит, лежит, отдыхаешь. В кабине для работы оператора по обзорности комбайны САМПО не уступают ни одному комбайну любого производителя в мире. Абсолютно, ну, скажем так, близкие по техническим возможностям. И именно для оператора. Кабина, это прелесть просто. Кабина, она очень, все очень удобно, все под рукой, не устаешь вообще, нету усталости. Здесь просто продумано все до мелочей. В принципе, поначалу были сомнения механизаторов, которые работают на классах, что касается возможностей комбайна САМПО. Ну, после двух-трех дней работы, в принципе, все механизаторы сказали, что это один из лучших комбайнов. Работал на джандире, работал на меге. Ну, что сказать. По потерям. В джандире, правда, есть потери, на кейсах есть потери. Но этот комбайн очень хорошо регулируется, прямо с кабины. Не надо никуда бегать, ничего. С кабины отрегулировал. Это хорошая, комфортабельная машина, которая может хорошо, качественно работать. Причем, если его можно поставить в одну линейку из Лексионом 480, я думаю, других характеристик не надо. Если бы больше было таких комбайнов, то, в самом деле, было бы больше богатых хозяев. Мы иногда закрываем глаза на то, что можно просто сэкономить и не потратить лишнего. Мы иногда этого просто не считаем. С моей точки зрения, Сампо это абсолютно равнозначная европейская торговая марка. А по поводу экономики давайте считать.